Не только день рождения, а 95 лет Фролькесу, но и сколько-то лет уже прорыва блокады Ленинграда в 44-м году. 75 лет прорыва блокады, так что это тоже событие. А сейчас мы переходим к научной программе нашей конференции. И первый, так я понимаю, объединенный доклад первого и второго докладов «Омоложение микрореальность» и «Связывая клеточную плюрипотентность, старость и старение Муродяну». Первый доклад Муродян в Райфле, второй Вадим Иванович не приехал, не смог приехать. Спасибо. 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 Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Наверное, нет человека, который хотя бы раз в жизни не мечтал стать моложе. И Владимир Иванович не был встрече. Я помню, он как-то сделал очень удачные доклады, особо удачные доклады. Все ему хвалили, перечисляя многочисленные достижения науки и жизни вообще. Владимир Иванович слушал, слушал, потом под конец стиха сказал, «Всюга отдал только снова стать начинающим аспирантом». Увы, как это делает, не знал ни он, ни кто другой. Тем более, что тогда донимировало представление о том, что омоложение – это миф, это утопия. Печально то, что так было и сейчас. Между тем, элементарная логика подсказывает, что биологические системы не могут существовать без омоложения. Они не могут только все время только стареть. Чтобы сохранить свое существование, они должны хотя бы периодически омолаживаться. Причем полностью, без всяких осадков. Иначе эти недоделки накопятся в поколениях и достигнут критического уровня. И такое равновесие между омоложением и старением установилось с самого начала возникновения жизни. Наверное, еще в доклеточных камерах. Чтобы убедиться, существование омоложения не обязательно копаться в глубинах эволюции. Потому что все мы, в том числе все присутствующие в зале, являются прямим продуктом омоложения. Речь идет о таком феномене, как перевод старения в часов старения на ноль. По-английски это очень полковицейский. Суть феномена заключается в том, что у зрелых родителей, у людей обычно это 20-40 лет, рождается младенец возрастом ноль. Было 20-40, стало ноль. Значит, к ним произошел сброс возраста. Вот здесь на диаграмме показано, как обладаемая яйцеклетка двигается по яйцеводу и на пятые сутки достигает стадии гластациста. Гластацист – это полость, структура, внутри которой находятся так называемые эмбриональные спаловые клетки. Эмбриональные спаловые клетки – это не спаловые клетки эмбриона, а особо элитная группа примерно из 200 клеток, которые после имплантации гластациста в стенку матки дают начало примерно с такими же 200 типами дифференцированных тканей. То есть чисто арифметически получается, что одна стволовая клетка – один тип дифференциации, но для нас важно не это, а то, что гластацист для эмбриональной спаловой клетки наверное достигает пика омоложения. Судите сами, с 5 до 9 суток в совершенно закрытом пространстве они подвергаются максимально быстрому эффективному устранению возрастных изменений, в том числе с помощью репараций, перераспределения подвижных элементов генома, так называемых прыгающих венов, удлинение километров, переключение на берегу, потому что это наиболее безопасный способ генерации энергии, удаление мусора и так далее. Более того, эмбриальные стволовые клетки обращают на себя внимание еще один момент, они созревают с суровой гипоксией и гиперкопнией, то есть партиальное давление кислорода геностациста меньше 1%, что соответствует атмосфере в момент зарождения ее упорет. И такое своеобразное своеобразное переносство к истокам своим, видимо, имеет какое-то биологическое значение и, как минимум, оно обеспечивает омоложение более мягких условий, когда резко уменьшается генерация свободных радикалов. И, наконец, по нашему сгулу предварительным оценкам, вот партиальное давление кислорода геностациста, в принципе, корребет с видовой продолжительностью в жизни, то есть долгоживущих видов меньше партиальное давление и развитие ластоцитов происходит медленнее. Таким образом, получается, что, хотя не исключено, что омоложение будет происходить и на более поздних этапах антогенеза и, может, даже постнотального антогенеза, тем не менее, мы полагаем, что основное омоложение происходит на самых ранних этапах эмбрионального развития, то есть долгоживание кластацистам, это более несколько суток, и получается, что в итоге омоложение происходит в течение всего нескольких суток и незаметно для внешнего наблюдателя, в то время как старение длится зачастую десятилетиями и на виду у всех видим, поэтому мы все много знаем и говорим о старении, я же порой не подозреваю, что не подозреваю, что на самом деле старение и омоложение – это равные эффективные процессы, и старение обязательно предшествует омоложению. Поэтому, отвечая на вопрос, поставленное название докладов, можно сказать, что старение и омоложение – это такая же реальность, как старение, между ними существует эволюционно установленный претель. Август Вейсман, который считает вторым постыданным великим эволюционистом 19-го столетия, в свое время выдвинул концепцию о бессмертии клеток полового развития, джернлайн, и структуре соматических клеток. С Вейсманом любят спорить, но его активно цитируют больше столетий, и это говорит о живучести его идей. И если действительно кредиты полового пути развития, они бессмертные, то и в геноме должна быть соответствующая программа. Поскольку в геноме всех клеток одинаковы, эта программа такая должна существовать и соматических клеток, она, видимо, просто инактивирована. И в связи с этим возникает вопрос, а нельзя ли активировать программу бессмертия других клеток? Буквально десятилетия назад этот вопрос показался бы чисто ритолическим, но сегодня мы к уверенности можем сказать, что да, эту программу можно активировать, причем кредко всех типов дифференциаций. И за такую уверенность мы, видимо, прежде всего обязаны двум лауреатам Нобелевских премий сэром Джоном Горденом из Кембриджского университета и начинаем Ямунака из Икиотского университета. Вот здесь приведено до стола. Дословное заключение Нобелевского комитета за открытие того, что с зрелой клетки можно репрограммировать плевопотентное. Репрограммирование, да, огромное, быстро развивающаяся область знаний, обо всем этом, как-то, говорить невозможно. Поэтому мы сегодня обсудим только некоторые вопросы, которые касаются, так называемой, индуцированной плевопотентности и старения и уложения. Вот первая работа, которая появилась в 2006 году в самом политичном журнале СЭЛФ авторе Такагаши Ямунака. Собственно, за эту работу Ямунака и получил Нобелевскую премию. Вот здесь основной вывод этой работы было Ямунаку показано, что плевопотентные стволовые клетки можно напрямую генерировать из фиброгластов путем добавления нескольких транскрипционных факторов и что эти клетки имеют морфологию характеристикого роста и генетических маркеров аналогичных с ингредиентами и стволовыми клетками. Здесь представлены два коктейля транскрипционных факторов с помощью которых фото удалось сделать первые получить первые плевопотентные клетки из соматических клеток это коктейль Ямунака это конкурирующие тогда с Ямунакой лаборатории Томпсона они во многом похожи но отличаются в настоящее время известны десятки таких транскрипционных факторов еще больше других факторов воздействия, с помощью которых можно соматической клетки превратить в эмоцированные пролепотентные клетки эмоцированные пролепотентные клетки многие считают, что они полностью аналогичны эмбернальным стволовым клеткам некоторые считают, что существуют небольшие отличия в любом случае это полностью омоложенные клетки и эмоцированные происходят в основном с помощью тех же процессов как эмбернальным стволовым клеткам то есть это депорация в ДНК распределение перераспределения транспазонов повышение устойчивости мутагенеза теломеры восстановление неограниченного деления и так далее важно то, что возраст не является ограничением для индукции пролепотентности вот цитата из одних из первых работ такого типа например в временах который утверждал, что предыдущие программирование возвращает обратно возрастные изменения соматических клеток даже у клеток взятых очень старых пациентов а в работе лобосета показалось, что клетки взятые у столетних можно превратить им гранальные споловые клетки и получить и потом регифицировать полностью омоложенные клетки пролепотентные году произошло еще одно событие знаменательное событие в индуцировании пролепотентности сотрудниками пекинского университета было показано что соматические клетки можно омолодить полностью и превратить пролепотентные с помощью малых молекул без трансферционных факторов малыми молекулами обычно считаются тем массы которых не больше 900 дольтон таких молекул естественно великое множество мы же будем говорить когда говорить о малых молекулах будем иметь только те которые способны регифицировать пролепотентность таких соединений тоже большое количество около ста большим преимуществом малых молекул является то что они проницаем через мембрану не интегрируется геном они эффекты выше они легко удаляются устраняются при удалении дозирования и так далее особенно важно то что у малых молекул имеются глубокие единые корни биопротекторами вот здесь вот здесь показаны группы соединений которые одновременно являются гиропротекторами и индукторами пролепотентности большинство из них очень хорошо известных в аудитории это волкроевая 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 кислота бутерат бутерат литий рафамецин рафамецин разиротроп ацетин димитрофенол спермедин гипоксия кукумина аскарбиновая кислота и так далее то есть это соединения которые одновременно являются гиропротекторами и могут индукцировать плорепотентность поскольку эти соединения многие из них являются естественными метаболитами то не исключено что при удачном сочетании обстоятельств их концентрация может достигнуть уровня когда они могут индуцировать он имел репрограммирование такое событие особенно вероятно у долгоживущих экстремальных долгоживущих видов например у двустворчатого моллюска Арктика Исландия который как известно живет в горе 500 лет когда как были скоростные виды двустворчатые другие виды двустворчатые моллюски обычно живут 2-3 года такой резкий исходчет долголетия естественно могло произойти только при условии необычного эффективного способа продления жизни и мы думаем что индуцированная пролипотентность является именно таковой потому что с другими возможными механизмами например усиление операции или полипотентности насколько сильно увеличить продолжительность жизни вряд ли удалось бы самая поразительная венуцированная пролипотентность является то что клетка самые разные типы клеток без отказов меняет соматическое состояние неполипотентное с помощью воздействия самых разнообразных десяток транскрипционных факторов маленьких молекул и так далее я думаю что такое возможно только при условии если клетка не только не сопротивляется но и сама как бы делает все возможное чтобы это происходило и это можно объясняться тем что бессмертные клетки возникли эволюционно раньше чем дифференцированы клетки поэтому они захватили термодинамические более выгодные метаболические эпигенетические ландшафты это значит что термодинамические выгодные конфигурации означает что клетка может переходить в такое состояние без тратной энергии то есть спонтанно и поэтому можно полагать что предпо стремиться сама стремиться вернуться в более естественное состояние бессмертия и омоложения тем самым предпочитаю быть молодой бессмертной как бы давни было индуцилина полирепатентов разрушила долгую задержавшуюся догму о необратимости клеточного старения более того оно разрушило барьер который утверждал что генетическая информация передается только под генетическая клетка дифференцированная потому что теперь можно взять можно взять дифференцированную клетку индуцировать полирепатентность размножить и потом редифференцировать яйцеклетку и из них получить в принципе жизнеспособные гометы в практически неограниченном количестве тогда как инвивы генетической индуцированной полирепатентности возникла в геронтологии возникла своеобразная парадокс ведь судите сами можно из выпавшего волоса столетнего извлечь клетку превратить в полирепатентную из нее потом генерировать молодые клетки гометы в практически неограниченном количестве тогда как инвивы опытов это основной бит исследования геронтологии всегда было мы как не умели проделать жизнь за пределы видовой продавательности в жизни так и не умеем и само собой как бы напрашивается еще одно чудо открытия теперь управляемого инвиво репрограммирования например с помощью малых молекул и редактирования геномера с помощью риска гайнеральной системы и многие другие выводы в принципе выводов можно делать много но я решил остановиться только на четырех и первый важный для нас вывод потому что мы все занимаемся в основном возрастными изменениями и получается что все возрастные изменения они обративны и могут реализовываться в основном с помощью клетки потому что это происходит в культуре предок второе возраст не является преградой для умоложения вот если мне хотелось вернуться к мысли которая была предварительной эпиграмме доклада жизнь начинается с одной бессмертной предки и это бессмертие никуда не девается оно зафиксировано геном и передается другим клеткам и наконец последнее это больше призыв наверняка чем вывод нам следует искать пути более полного использования изначально неограниченного потенциала алгорития ведь организм состоит из бессмертных клеток элементов клеток много друзей внимания Вопросы наверное в конце заседания для того чтобы мы уважили все-таки во время ответа на это нашего заседания спасибо Вкачин Казарович следующий доклад часы старения возможные молекулярно-генетические механизмы то ли различные сорок уважаемые коллеги это термин часы старения очень известен но это метафора и реальность обычно это популярный образ в очень популярных статьях фильмах о старении однако возможно действительно существуют биологические часы которые отсчитывают время нашей жизни тем более что мы знаем что есть циркодианные часы которые управляют временем суток здесь показаны какие кандидаты на роль технического старения предполагались с разными авторами это нужно вспомнить элевационную теорию диким она который говорил что часы старения находятся в таланусе это очень стройная теория ей уже около 50 если не более лет затем скулачев со своей гипотезой феноптозой считал что такие часы старения находятся в супрахезматических ядрах анисимов хронометром жизни считает эпифис вот теория логика очень интересная здесь впервые рассматривает автор молекулярно-генетический механизм таких часов сначала это были теломеры потом и наконец из последних исследований это такой исследователь Хорват открыл что с возрастом происходит закономерные изменения эпигенетические в клетках и потом это назвали эпигенетическими веществами Хорвата антогенетические часы можно определить как гипотетический механизм отсчета времени жизни организма с целью управления антогенезом для выполнения этой функции антогенетические часы должны запоминать число циклов своей работы и изменять экспрессу определенных генов через заданное число циклов этим они отличаются от церковных часов термин антогенетические часы связывают с теорией Дильмана он называл и большие биологические числы это понятие использовали Северин с кулачом в своих работах зачем организму нужны такие часы которые отсчитывают время жизни ну это во первых организация во времени процессов эмбрионального развития это инициация очередной стадии развития организма с метаморфозом это запуск процессов полового созревания и выключение репродуктивной функции через заданное время у млекопитающих включение программы смерти у некоторых видах и возможно процесса старения это возможно запуск процесса самоликвидации клетки апоптозы через заданное время ну здесь показаны рисунки как например фантагенеза человека женщины изменяется продукция эстрогена при половом созревании эта продукция значительно растет остается на высоком уровне ну потерпевая конечно известные все циклические изменения ежемесячные и затем менопауза быстро падает вот время полового созревания и время менопаузы возможно как раз и задаются такими антогенетическими часами вот здесь интересные графики показывают как менопауза при менопаузе на первом графике показано изменяется количество клеток резко падает в 40-50 лет в этом интервале и в этом интервале экспоненциально очень быстро растет частота рождения детей с синдромом дауна и другими врожденными патологиями вот глядя на эти графики делается вывод что возможно менопауза это запрограммированная кастрация если можно так сказать которая обеспечивает защиту генофонда популяции от неблагоприятных мутаций которые накапливаются в яйцеклетках за долгую жизнь так как в яйцеклетки формируются еще в мембриональном возрасте и затем только могут накапливаться на данном рисунке показано как во времени изменяется концентрация одного из гормонов утрозофилы которая определяет линьку образования куколки вот было показано что экспрессия генов закономерно изменяется в антогенезе на этом рисунке на правом графике видно как экспрессия гена меняется у червячка но также она закономерно меняется и у более сложных организмов включая человека ну вот здесь на этом рисунке приводится пример как экспрессия гена в антогенезе человека именно вот справа карты активности генов маркёров воспаления в зависимости от возраста зеленым цветом здесь обозначены гены с подавленной экспрессией а красным с повышенным. Также было показано в некоторых работах, что гены взрослые дрозофилы в постметатических клетках, их активность разворачивается по строгому графику, причем при изменении продолжительности жизни, исследуемой линии в три раза адекватно меняются и графики работы этих генов. Здесь мы видим, как изменяется в антогенезе метилирование CPG сайтов, ДНК клеток в крови человека. Здесь надо сказать, что метилирование этих сайтов, которые находятся в промоутрах генов, это основной механизм регуляции экспрессии генов. И как раз экспрессия генов, которые закономерно изменяются с возрастом, зависит от того, что закономерно изменяется профилметилирование в клетках. Это было открыто Хорватом, он исследовал очень много тканей и показал, что с помощью определения метилирования различных локусов ДНК можно очень точно рассчитать возраст каждой ткани. с точностью плюс-минус три года определяется возраст, биологический возраст человека. В следующих работах было показано, что достаточно определить степень метилирования всего трех генов, и это уже позволяет достаточно точно рассчитать биологический возраст, с точностью плюс-минус четыре с половиной года. При старении, в процессе старения ДНК, метилирование ДНК, закономерно изменяется. Так было изучено 500 тысяч участков метилирования CPG островков, было обнаружено более чем двукратное изменение уровня метилирования с момента рождения и до наступления старостей. Также было обнаружено, что метилирование этих островков на промоутерах, которые оказывают сильное влияние на экспрессию генов, с возрастом увеличивается. При старении наблюдается повышенное метилирование, а значит снижение активности экспрессии гена, отвечающего за экспрессию католической субъединицы фермента теломеразы. Так вот, чтобы управлять антогенезом и вызывать закономерные изменения с возрастом паттерна метилирования ДНК в клетках, возможно, существуют антогенетические часы, которые можно представить так, как это показано на данном рисунке. Это, во-первых, молекулярно-генетический осциллятор, генерирующий колебания, затем механизм запоминания частотных колебаний, и программа, это так называемые темпоральные гены, которые включаются через заданное время отчета. Такой автономный молекулярно-генетический осциллятор является основой антогенетических часов. Молекулярное устройство осциллятора, этого осциллятора, может быть подобным циркодианным часам, но, в отличие от циркодианных часов, часы, отсчитывающие время жизни, не зависят от дня-ночи и не зависят от температуры тела, так как мы знаем, что снижение температуры тела существенно удлиняет жизнь, поэтому эти часы должны замедлять свою хвость. Такой осциллятор будет отсчитывать не физическое, а биологическое время, что позволит ему более адаптивно управлять развитием организма. А запоминание времени жизни организма может происходить путем, это гипотеза, деминцелирования повторяющихся последовательностей так называемой хроны ДНК в каждом цикле колебаний осциллятора. Вот здесь это уже мы переходим к гипотезам. Показана структура возможного такого фрагмента хроны ДНК, то есть программы развития организма. Эта структура начинается со стартовой последовательности ДНК, затем идут тендельные повторы ДНК и затем темпоральные гены. Хроны ДНК – это часть хромосомы ДНК, которая состоит из таких повторяющихся последовательностей. В ДНК их очень много, самых разных, поэтому такое предположение не кажется невероятным. Ну и мы продолжим вот следующий механизм, молекурино-генетический механизм – осциллятор антогенетических числов. Он представляет из себя такие часы, подобные циркодианам, но состоящие из двух спаренных осцилляторов, типа циркодианных, которые между собой соединены положительными и отрицательными обратными связями, и они обеспечивают поочередный синтез двух белков. Это нужно для того, чтобы в каждом… Вот здесь показан график, как изменяется периодическая концентрация этих двух белков во времени. Это нужно для того, чтобы эти часовые белки, вот здесь на схеме это показано, начиная со стартового белка на хронный ДНК, последовательно один за другим соединялись, вызывали деметилирование этой двиной цепочки, где двина задается для каждой группы темпоральных генов. Это подобно горели грифортового шнурака, когда достигает заполнение деметилирования промоутерной части, включаются, активируются темпоральные гены, на которых синтезируются так называемые РНК-гиды, короткие молекулы РНК, соединяющиеся с регуляторными участками генов и запускающиеся в вариант регуляторных генов. А уже запуск эти генов пословлены деметилированием их промоутерных участков, CPG-участков, деметилированием. И, наконец, если рассматривать очень сложный организм, негапитающий, то здесь можно предположить, что кроме вот таких частов отчетчивой жизни, которые, наверное, есть как и церковь, а на числе в каждой терапии, существует еще центр, управляющий развитием организма. И логичнее всего предположить, что таким центром является гипоталамус, это предположение, еще Димана и других авторов, Гройкиса в том числе. И вот здесь показаны на рисунке, как эти гипотологические части по заданной программе управляют развертыванием антогенеза. Сначала в фазе роста сэффектируется, как хорошо известно, соматотропный гормон, инсулиноподобный гормон роста, GDF-фактор роста. Затем половое созревание включается в определенном возрасте подростковом, если говорить о человеке, оно инициируется, это половое созревание, так называемым кис-пептином, которое уже запускает продукцию половых гормонов. Нужно сказать, что вот здесь, на данном этапе антогенеза должна произойти и остановка роста, и это тоже должно быть обосновлено определенными воздействиями в определенных регуляторах. Такие регуляторы пока не открыты, но не считая, может быть, миостатина, которая останавливает рост мышц. Ну, сзади, далее идет репродуктивный период, где циклически изменяются концентрации у женщин половых гормонов, тропных, а также рабочих, гестрогенов. И вот наступает определенная стадия жизни организму, когда нужно выключить репродуктивную функцию, так как эти клетки, как я уже говорил, накопили очень много мутаций, и чтобы эти мутации не передавались потомствами, не загрязняли генофон популяции, нужно выключить репродуктивную функцию, и это происходит. Но вот какие ингибиторы вызывают эту репродукцию, пока неизвестно. Можно было бы, например, подумать, что просто выключается секреция ФСГ, ЛГ, атропных гормонов. Однако нет, как раз наоборот, их продукция гипоталамусом растет, так как первично снижается продукция эстрогенов. А вот почему она снижается, пока непонятно. Ну, можно предположить, что падает количество яйцеклеток, но вот какой фактор вызывает такое вот резкое запрограммированное падение числа яйцеклеток? На этот вопрос пока ответа нет. Но, видимо, это все-таки какие-то сигналы гипоталамуса, включающиеся по вот этим часам на определенной стадии развития. Ну, и после выключения половой функции, я думаю, тоже включается механизм, который вызывает активное старение организма. Зачем оно нужно? Это старение организма на клеточном уровне характеризуется прежде всего уменьшением количества стволовых клеток, то есть полостволовых клеток, и увеличением количества старых, так называемых, сенсцентных, не делящихся клеток. И это, видимо, ну, таких предположений много высказывается и давно. Нужно для того, чтобы уменьшить вероятность ракового перерождения клеток. Можно, конечно, возразить, что с возрастом как раз частота рака растет. Но я думаю, что если бы не включались такие возрастные изменения клеток, то эта частота была бы просто огромной и убивала бы организм намного раньше, чем он проживает благодаря процессу старения. Таким образом, исходя из этого, возможными путями продления жизни может быть замедление работы антогенетических частот, то есть удлинение периода их колебаний, замедление или остановка выполнения программ антогенеза, это замедление полового созревания поля позднее, блокирование синтеза ингибиторов репродукции их рецепторов, блокирование синтеза так называемых гормонов старения их рецепторов, активация стволов и удаление синесцентных клеток, редактирование метиллома клеток с целью замедления старения и возможного омоложения, генная терапия старения, это изменение экспрессии генов старения и, наконец, радикальный способ, это создание генно-модифицированных долгоживущих организмов. Методы молекулярной инженерии, которые позволяют это реализовать уже сейчас, разработан и совершенствуется, это молекулярный редактор Кристерказ-9. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Васильевич. Следующий доклад у нас – «Увлечение продолжительностью жизни при последовательном применении средств с геропротекторной эффективностью в разные возрастные периоды». Докладчик, вы были, это Жена Алексеевна, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.